Помните, что ваш президент, которого вы тогда избрали, никогда не станет последним. После меня вы уже думаете, что вы будете делать. Но даже если я буду жить и не буду президентом, я буду бороться за то, не будучи президентом, чтобы наша Беларусь вот на этом клочке земли оставалась суверенной и независимой. Это не только нам, это нашим детям. Это вот, я смотрю, девчонки, молодые, симпатичные ребята стоят. Это же им еще жить в этой стране. Ну хватит, нас плеткой стягали веками. Мы в лаптях всегда ходили и смотрели, а как там в Речи Посполитой в Варшаве что-то скажут. А потом, как в Российской империи в Москве чего-то скажут. А потом в 41-м году досмотрелись до того, что за два месяца страну стерли, республики с лица земли. И мы все ушли в землянки и вылезли из них только в 50-е годы. Ну хватит уже. Это очень серьезный вопрос. Вопрос независимости. Это не только хорошо жить. Может и похуже жить будем. Не будем, не волнуйтесь. Ушли те времена. Но мы будем жить на своей земле, своим умом. Мы будем избирать своих президентов, формировать правительство. И мы будем создавать свои условия нормальные для жизни наших людей. И нами никогда не будут понукать. И мы будем проводить свою внешнюю политику, внутреннюю. Но не во вред нашим соседям и не во вред родным русским, россиянам. Не только русским, и татарам, и ингушам, и чеченцам. У нас блестящее с ними отношение. Со всеми. Мы же не во вред никому. Ни полякам, ни литовцам, ни украинцам. Мы же не заримся на их земли, на их богатство. Но вы нам не мешайте жить. Вы нам помогите, если можете, если вы родные, братья. Не можете, скажите нет. Как по нефти. Говорят, вот, Лукашенко умеет считать, он на это не пойдет. Он не будет там покупать норвежскую, американскую, саудовскую или азербайджанскую, венесуэльскую нефть. Буду. Даже если будет дороже, чтобы... Мне Путин задает вопрос. Слушай, Саша, а зачем ты дороже будешь покупать? Я говорю, чтобы каждый год 31 декабря в 12 часов ночи не стоять перед тобой на коленях. Вот абсолютно точный был ответ. Ну, слушай, ну мы же друзья, ну кто перед кем стоит? Я говорю, я стою. Так быть, говорю, не должно. И так не будет. Поэтому продаешь по мировой цене, я покупаю по мировой цене, перерабатываю. Но премии мы тебе за то, что ты нам нефть по мировой цене продаешь, платить не будем. Александр Лукашенко ориентирует новый завод по производству сульфатной бельонной целлюлозы в Светлогорске на новый этап в развитии. Президент Беларуси с рабочей поездкой в Гомельской области. Внимание, главы государства в первую очередь приковано к местному ЦКК. Он входит в число проблемных инвестиционных проектов. Так же, как и в Дробыше, производство возводилось привлечением китайских специалистов. И здесь снова не обошлось без задержек. Предприятия должны были запустить еще в 2015-м, но в конце концов контракт с китайской компанией был расторгнут. Как заявил сегодня Александр Лукашенко, необходимо пересмотреть некоторые подходы и условия, на которых в Беларусь привлекаются иностранные инвестиции. Президент, в частности, обратил внимание на работу в условиях свободных экономических зон, когда государство в течение долгого времени не получает в казну практически ничего в виде налогов. Конечно, создаются дополнительные рабочие места, но этот вопрос, по словам Александра Лукашенко, стоит уже не так острым. От этого надо уходить. Вот я как чувствовал, колебался долго с этим подписанием. Ну хорошо, подоходный налог, ну как в айтипарке. Ну а какой смысл, мы отдаем сырье туда? Наша белорусская. Наша белорусская. Да и что за бесценок отдашь? Нет, ну за бесценок не отдадим ничего. От прибыли мы ничего не получаем, да еще на 20 лет. К нам приходят люди, они хотят здесь открыть производство, неплохо. А почему к нам идут? Сырье рядом, сырьем обеспечены. Да, рынок у них там есть. Рынок этот будет увеличиваться, леса в мире нет. Кроме вот России, Белоруссии там отчасти где-то. Нет леса, поэтому будет увеличиваться. Они нам ничего в бюджет не платят. Он рад тому, что они 13% подоходный налог от зарплаты заплатят. И будут мизерную зарплату платить. Это же бизнесмены. Ну если грубо говорить, это же так. Так вот ты не забывай регулировать, но нам надо ориентироваться уже на что-то существенное. Если ты хочешь сюда прийти работать, пожалуйста, приходи и работай, как работают все наши предприятия. Сульватная бельонная целлюлоза на данный момент высоко востребована в мире. Она применяется в производстве обоев и упаковки. На сегодня Светлогорский и ЦКК – единственный современный целлюлозный завод в СНГ. Этим обусловлено серьезное внимание президента к производству отрасли в целом. И, как стало известно, сегодня глава государства посетит еще несколько предприятий. В Светлогорске накануне с инспекцией на них побывали представители администрации президента, изучили ситуацию на местах. После чиновники подробно информировали Александру Лукашенко об итогах проверки. Таким образом, рабочие поездки главы государства приобретают новый формат. Все подробности в нашем следующем выпуске. Я жестоко спрашиваю с руководителей. Недавно сразу всех четверых сахарных заводов вот сидят сейчас и просятся отпустить, а пойдем в колхоз навоз грузить. Я говорю, мы вилами уже навоз не грузим, поэтому сидите. Признались, где воровали, все поддавали, все. Говорят, забирайте, только в тюрьму не сажайте. А кто тебя посадил в тюрьму? Ты сам себе посадил. Я постоянно говорю, не тронь чужое, не трогай. Особенно руководитель. Если ты воруешь, какое здесь может быть предприятие?